...что Иуда сделал предательство, подобрал его со Христом. Он взял на себя такое миссия, чтобы Христа он не предал, он бы не умер. Ну, Евангелие от Иуды есть такое. Я решил поискать толкование. Вообще толкования на это нет. Просто из Евангелия посмотреть. Слово для чего? В Библии встречается 144 раза. Задается вопрос. Эти вопросы мы можем все время задавать себе в жизни. Вот Иуде он задал. Иуда, до чего ты пришел? Вопрос поставлен. А ответ это Иуда ничего не сказал. Он должен был по-честному, Христос с ним по-хорошему разговаривать. И сказал, я пришел для того, чтобы продать себя за 30 средников, за стоимость раба в деревянных башмаках. Стоимость самая низкая. А ведь он этого не сказал. Ведь если эти вопросы поставить, то ответы у нас пойдут такие, что мы удивимся вообще, для чего мы сегодня в храм пришли. Вопрос. Так, поставить. Вот в Салапе, ведь Давыд, в Салмах, так как, 12 утра ставит вопрос, а для чего, Игорь, для чего ты, Господи, оставил меня? А дальше ответ. А посмотреть, а на что ты способен? Для чего ты приехал сегодня сюда? Господь спрашивает, чего ты хочешь узнать? Вот дети пришли в храм. А вообще, для чего они пришли, дети, в храм? Вы стоите рядом, не видите. Вот стоят они рядом, девочки. Поклоны, Господи, помилуй. Можно дома, рассказывайте, Господи, помилуй, кланяется священник. Ни одна не кланяется стоит, которые повзрослее стоят, маленько кланяются. А эти не кланяются, ни одна. Если другой кланяется, и муж и мать маящи, кланяются, он делает вот такой поклон, только чуть-чуть. По сто поклонов дома сделайте им сегодня. Ребенок, мама, что понимает? Ну, богослужение, это не на русском языке, но поклон он понимает. Даже пионера лучше, как правильно честь отдать, как галстук завязать, почему же его не учиться? Я в прошлый раз наказывал об этом. Смотрите, поклоны дают очень много, они дают смирение, человек пристает к молитве как-то. А для чего они пришли? Молиться он не может, кланяться он не может. Дети потерянные. У меня сегодня как глянул, детей нет. Я их вообще не вижу. В опору вижу и не вижу, дети не сделали чистое место, пустое место. Никогда не было. Стояли не просто сзади, они передо мной стояли. Я вышел на улицу смотреть, детей нигде нет. Помолился маленький, нашел на обратно, где же стоят. Они не кланяются. У меня как видение сегодня было. Детей их в храме нет. У меня никогда в жизни такого не было. Вот вы подумайте сами, что это такое. Дети это главная и последняя ступень в низвержении нации. Ты стоишь старая. Не старая, пожилая. Ну а почему ты не подойдешь, а рядом с ними не станешь? Чего вы друг без друга потеряете? Стали рядом с ними. Поклонись. Ты перед Богом стоишь. А когда ребенка, кто-то должен стоять. У меня в прошлом году стояли ребенка, совсем не покушать. Нормальный ребенок стоит, кланяется как положено. Значит, ему нужно где-то стоять, как у маленького дерева, чтобы он не наклонный. Вот вижу, дерево наклонно растет. Скорее забивайте столб, иначе у него в основании падет крик. Это дети ваши. Без детей вы не войдете в рай. Хорошо, поставьте себе. Это я и дети мои, которые дал мне Господь. Я должен с ними прийти. Хоть духовные, хоть телесные. Где этот вопрос задается? Даниила 10.20 И сказал ангел, знаешь, для чего я пришел к тебе? Бывает иногда что-то во сне. А для чего это было? Вопрос. Вот это слово вопрос для чего мы не только должны задавать, а смотреть по Писанию, где он задает этот вопрос. Ангел пришел и спрашивает, а ты знаешь, для чего я к тебе пришел? Вот сейчас мы вдруг выходим, ангел остановил нас всех. Я к вам явился сегодня. Это мы к себе должны принимать. А для чего ты пришел? Для того, чтобы возвестить. Я вас, красавица и свою Богу. Чтобы из этого состояния кленного вывести вас. На время я вас оставляю. Пошел с Богом там спорить. С Богом. А теперь я приду и выведу вас оттуда. Вот для чего. Мы же не знаем, какая битва вокруг нас разыгрывается. Когда мы вообще живем, а когда в храм приходим, тут особая битва. Это мы просто слепые, мы не видим. Приходят, стоят бесы, демоны. Налагают мысли какие. Самые бойкие ребятишки приходят в храм, спят. Спят, совершенно спят. Только рано или поздно он грохнулся со скалейки, сломает шею. Господь может вообще коллегкой сделать. Вы детей подготавливайте в храм. У нас в лагере в нем не спят дети. В субботу обязательно такой закон. Перед храмом даже дети хотя бы минут сорок поспать. Не меньше. Подготовьте их, не сразу после еды. Вы всю неделю готовьтесь к храму. А для чего идешь, если вообще ничего не понимает ребенок? Я в целую неделю готовлюсь к проповеди. Вчера поехал, что я с собой не взял. А то, что был мог там дать, вам это дают. Вы вошли в чужой труд. Ради вас сегодня тамошним уже этого не получат. Парнаульский в общем. Первая Маковейская, 2.13. Для чего нам жить еще? Вопрос так задает. То есть если это мы все потеряли, смысла жизни нет, живем только в этой жизни. Но тебе сегодня уже сорок есть, пятьдесят, дальше-то что будет? И вообще для чего я живу, кочу это небо? Если не для вечности, не для Бога. Ну и поколение сколько ушло? Все лежат в небе. А для чего они жили эти дни? Строили, ломали храмы, опять строят. Господь говорит нам, если весь мир приобретешь, а в душе погребишь, какой выпук дашь за душу свою, для чего ты жил тогда? Если человек родился в эту жизнь, но духовно не родился, во Христа не поверил, ты скажешь, для чего я родился вообще? Для чего? Для чего ты местное зря занимаешь? Господь говорит, осмоковьтесь, это не о дереве речь идет, не о клеоне, не о березе. Ты для чего место зря занимаешь? Здесь будут другие люди жить. Я думаю, здесь будут жить не русские люди, после вас. Потому что многое не оценили, и для чего жить, если считать себя христианами, а ревности не показывать. Я сегодня залез в большую партию материалов, духовных, евангелий. Брат думает сейчас, завтра приобретать себе лошадку, то есть мотоцикл, ездить, благовестный. Вы этого не можете делать. Но с сегодняшнего дня запишите, днем и ночью молите об этом. Окрестные селы не евангелизированы. Слабая работа идет. Ну, труд идет. Идет. Мы уже подбезли снаряды. Это как снаряды. Остается только заряжать и бить по врагу. А враг это не люди, это сатана. Сера 40, 22. И нельзя сказать, что это, для чего это, ибо все свое время откроется. Сегодня, да, не объяснимо, и для чего это вообще, что у нас сейчас в стране делается, свое время откроется. Я только точно знаю, что Бог ничего не пошлет, что мне будет вредно. Это абсолютно точно. Сера 40, глава 27 стих. И нельзя сказать, что это, для чего это, ибо все создано для своего употребления. То, что нас окружает. Вот для чего, кому расскажут вообще? Картошку пожирают. А сколько? А для чего вообще крысы? А мы же для чего? А для чего всякие глисты в человеке? И к этих вопросов сколько? Ты только одно знаешь, что все сотворено для славы Божьей. Самое негодное. Почему? Потому что грехопадением человека стало другое назначение у этого сотворенного. Тигр ел траву, он не ел барана. Это после грехопадения пошло. Сераха 40, глава 6. Итак, для чего ты отвращаешься от того, что благоугодно Всевышнему? Вот о чем речь? О смерти. А ты, говорит, тысячи ты лет проживешь, нарожаешь не сто детей, какая разница? И почему ты отвращаешься от смерти? И Господь назначил. Мы все смертные. Обычно человек, когда возвращается сюда, то спрашивает, что? Ну, срок 2, 3, 10 лет. А которому высшая мера, и он назад уже не возвращается, а сразу же сюда и в одиночку сажает и сходит в подвал. Вот. Для чего человек жил тогда? Это страшное состояние, когда человек приговаривается к смерти. Смерть это духовно, когда человек вернул во Христа. И ставь вопрос, а для чего я вообще-то дожил? Вторая книга царств, 20, 19. Для чего тебе разрушать наследие Господне? Всякий, кто нарушает уставы, правила Господни, он разрушает наследие Господне. Вот то, что нам Господь дал в Катеряевке, храм, дом, священство, это все наследие Божие. Мы пришли в готовый труд. Все мы пришли в готовый труд. Скажешь, значит, дорога проложена, которую электричество изобрели, подвели, столбы, и все это в чужой труд мы вошли. И за все это надо благодарить Бога. Иеремия, 6, 20. Для чего мне ладом? Все сожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятные. Это Бог говорит. Что тут к адилам ваших не ходите, если вы для меня душой не горите? Богу это не надо. Богу лучше сердце, чище с глаза. Ему лучше сердце, в котором он будет жить. Мы, говорит, я и отец придем, и обители у него сотворим. Видите, вопросы Бог задает человеку, для чего? Я объясняю сегодня только один вопрос. Для чего? Поставьте как-нибудь вопрос, а для чего я родился? Вы знаете, интересное рассуждение. И на бумаге напишите, вот я жила, а это то, для чего у меня Бог, чтобы я нарожала детей, дети, верующие, неверующие были. Для чего я вообще сегодня живу? В таком возрасте. Другие раньше меня умерли. Для чего? Вышли недавно журнал, выходит писатели, и я находил каждого писателя, который на Алтае умерли раньше, только один в 17 лет даже. Все 55-40 лет, там редко кто-то 60 лет. Но они, видно, что хорошо, культурно одеты, что-то окончали. Почему жизни-то нету даже за 70 лет? Написано, лет человеческий 70 лет. А Давыд молился, Господи, не восхить меня в половине дней моих. Если я воли Божьей не исполняю, вообще для чего это все нужно тогда? Это просто, получается, коллегия, неумно поставленная из нашей жизни. Иеремия 20, 18. Для чего вышел я из утробы, чтобы увидеть трудоисходы? Когда мы зададим такой вопрос? Я вам говорил, что я перевел в фильм, один, продолжительность его 20 секунд. Быстро можно посмотреть. Секунд! Женщина рождает, вылетает ребенок, бьется в окно, летит по миру, уже мальчик, взрослый, старик, и сверху в космосе грохается на кладбище. Все закончилось. Вообще, для чего я родился? И настолько все понятно, ясно, жизнь очень скоротечная. И задавая этот вопрос, скажи, я родился для того, чтобы прославить Господа. Не то, что строить свою жизнь на земле детей, пристроить хорошие должности, дома, дачи. Нет, я родился для того, чтобы познакомиться со Христом, обрести смысл жизни и закончить жизнь во Христе, подготовиться к вечности, к Царству Небесному. Другой цели у нас нет. Чтобы жить исполненным Духом Святым. Иона 1, 10. Иона, который был внутри Китара. И когда он сказал, что он чтит Бога неба и земли, ему Бог повелел идти в Ниеве, а он пошел, так сказать, в Паршию, в Паршию, в Паршию, и он рассказал тогда. И устрашились люди страхом величим и сказали ему, для чего ты это сделал. Если мы свою жизнь будем правильно рассказывать людям, то многие удивятся. Тебя Господь куда послал? И скажут, а ты что делаешь, куда ты пошел? Чего ты сделал вообще? Макфея 9, 4. Иисус же, видя помышление, сказал, для чего вы мыслите, худоя в частах ваших? Иисус в виде помышления сердечных. А хуже человек мыслит тогда, когда мысли наши не совпадают с мыслями Господнями. Не по Евангелию. Это всегда хуже. Для чего вы так мыслите? Почему человек горе такое? Я оставил на день, а Господь, для чего ты так мыслишь? Мне так плохо, для чего ты так мыслишь? Тебе хорошо. Я скажу, что люди жалуются практически почти все. На малую пенсию, на недостаток, на высокие квартирные оплаты, на валяшки жалуются, особенно на пенсию. А не могут минуты посадить, чтобы не жаловаться. Денег не хватает на лекарства и прочее. Научитесь славить Бога. Никогда не жалуйтесь. Это как раз и мне по силам. И что вы ни на что не нажалуетесь. Я не могу. Для чего я буду жаловаться, когда мне Господь так многое дал? Я мог вообще не родиться. Деяние 5.4. Для чего ты положил это в твердство твоем? Ты стал гавней человеком о Духу Святому. С детьми беседы приучите их никогда не лгать. Из дома не уходить без благословения. Чтобы, выходя из дома, он положил три поклона и сказал, благословитель. У меня качели. Ребятишки на качели не полезут, пока не положат три поклона. В лагере также. Специально там ходит такой имбук, где ходят дети длинные. И они обязательно три поклона, один старший, купательцы. Подошли, каждый перекрестится и говорит, благословитель. Ни один купатель не будет. Сначала пошли в лагере три поклона, благословительцы. Потом здесь рождялись, напишут уже, идти купать, еще благословятся. Я дядя чужой для них. И я этого учу в течение одного дня. А ты каждый день его, корыш, кормишь и не можешь включить в храм и кланиться. Чьи дети были здесь, первый раз стояли сегодня, придете домой, вы соседи, кто обязательно, придите к храму. Мальцами рядом поклониться. У православия поклоны положены, они очень полезны. Они не знают, где кланиться, но учите всех ровно кланиться. Посмотрите, как у мусульман. Как только слово произнес, а в храме полторы тысячи мусульман. Все просимулись головой, вот так вот стоят на клубе. Все на двор ровно на фотографии стоят. Вот так. Ну как во время парада. Каждый поднимает ногу в огонь. Мы перед Богом стоим. Так Богу что, солдатики нужны? Во время Христова так и написано. А Богу разгильдяи не нужны. Богу нужны люди, которые четко стараются все выполнить. И священник, он не просто кадилом машет. Его учили, как правильно, как ландрих обложить, как за... А вот ландрих нам не нужен это. Это все для того, чтобы мы вот так благоухали молитвою. Это уже церковь установила, дала. Но Богу-то не дым нужен. Мы что, не понимаем, что ли? Я как Тимеан, то есть как Тимеан. Я как, это означает как? И молитва моя, как Тимеан, как жертвы вечерния. Как? Всего лишь только подражание. Мы сошли, священник идет, он тут не видит, я рядом с вами. Из-за чего ты больше походишь в службе? Пробудить нас, как все. Чтобы от дыма, поморее, как он говорит, просветлели. Ты вопросы эти задавай. Это все церковь нам, мертвецам, сделала, чтобы мы задумались о жизни. Как правильно молимся-то? Открывается врата. Это врата Сарства Небесная. И закрывается, мы поклонились Господи. Да не будут врата неба закрыты. 1 Коринфянам 15.30 Для чего и мы же часто подвергаемся бедствиям? Какие бедствия? Ну что я назвал? Это и беда, и на огороде, и везде. Для чего? Для того, чтобы прибегали к Богу, славили Его, искали Его защиты, признавали, что мы беспечны. Галатам 4.9 Для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам? Это речь идет о тех, которые привязываются, что во сне видел, приметам разным, суеверным. Для чего? Это все там в миру осталось. Не возвращайтесь. Колоссянам 2.20 Итак, если вы со Христом умерли за стихи мира, для чего вы, как живущие в мире, продолжаете бояться то субботы, то прикоснулся к чему-то? Мы окружены этими вопросами. Господь их нам задает через апостола Павла. Для чего? Третье царство 1.6 Отец же никогда не стеснял его вопросом. Для чего ты это делаешь? То есть сын завел с карахода, сын вовремя дома не ложился, и отец его, а отец это Давыд. И он не стеснял его этим вопросом. И чем закончилось? Он поднял восстание на сайт, решил его свернуть и убить отца Давыда. Вот как? Этот вопрос ребенку задавайте почаще. А для чего ты это сделал? А для чего ты так долго был? Научите детей возвращаться вовремя. Чтобы, допустим, после 9-ти ни один ребенок у вас на улице не был. В это время помолитесь вовремя. Хотя немножко прочтите. Темняется, в чужих дворах все еще качаются или что-то. Так и продолжается это все. Для чего он ребенок вообще тебе нужен тогда, если ты его на небо не ведешь? Как бы ты богатой не стал жить, но главное твое достояние это дети. Ничего лучше нету. И Крестья 5. Не дозволяй устав твоей вводить в грех плоть твою и не говори перед ангелом Божиим. Это ошибка. Для чего тебе это делать? Ты сказал слово. И если не мог выполнить, поди ты с человеком, которому ты обещался. А если обещался, постарайся выполнить. Чтобы дети были верные слову. Мнига Исход 1.18. Царь египетский созвал бабок, еврейских, повитух. И сказал, для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? Сатана задает вопрос. Параон это сатана. А он научил бабок повитух, чтобы они как рожают. И в это время они их там давили. А Бог-то никто не знал делать. Ну а как рождаются, иголки, откни его в темешке-то и все. Для чего так делать? А для того, что дети, все, это наследие Божие. Это самая великая драгоценность. И враг будет тоже надавать вопрос. За что эти ребятишки не считают от водиши? Какие-то вопросы-то. Прямо говорят. Борисов обращается наше. А ты отвечаешь так. Бог дал. Казахи говорят так. Бог дал барашка. Бог даст травинку. Все будет во славу Божию. И задавая этот вопрос, научиться надо вопросом этим не просто обложить себя со всех сторон, а уметь отвечать. И по слову Божию находить ответ. Я вас приучаю к песенным работам. И скажи, что бы я себе хотел задать. А потом с ближним своим поговорить. И скажи, а почему ты видел, что я поступаю не так? А почему ты это не задал? Вопрос это. Занятие. А почему ты не пришел? Слово почему и для чего, это одно и то же. Вы не думайте так, что вчерашний день он ушел, он обязательно какой-то осадок дает. Сегодня не пришел, еще душа томится. Завтра сойдет. А после завтра уже привык, уже находят тысячи причин, чтобы не прийти. Я не говорю про сегодняшний день. А вообще. И так, когда задается этот вопрос, то говорит, Иисус сказал ему, для чего ты пришел? В первую очередь, речь идет о том, куда мы идем. Для чего я пришел в этот мир, надо ответить себе. Для чего я с кем-то встретился, пришел. Для чего я пришел в храм. И правильно отвеченные вопросы все следутся ко Христу. Господи, я пришел в эту жизнь, чтобы прославить Тебя. И подводя итог, мы сами себе вынесем приговор. Выполним мы эту миссию или нет? Да будет с нами Господь, чтобы мы явились оправданными. И с нами был Господь. Аминь.